То, что мы видим, зависит от того, куда мы смотрим. 26 августа 2016 года, 18 часов 05.15. Время в эфире 517 подкаст от Канас Паразя и компания. Давайте ремонтировать УАЗик. Семейные советы. Добро пожаловать в еще один очередной подкаст от Канас Паразя. Еще один очередной, да. Подкаст от Канас Паразя и компания. У нас сегодня настроение хреновое, поэтому будет такой очень хороший подкаст. Сейчас мы вам устроим, чтобы жизнь медом не казалась. Нет, не казалось. Никак, да. Нахуй я с ним говорить вообще не буду. Я же двух слов слезать не могу. Все время влезая, третья и четвертая. Посередине как-то. Да. Я как-то, когда доктору об этом сказал, он сказал, что у тебя проблемы. Ну, вообще, нет. У вас проблемы. Правда. Я думал, я сюда пришел потусоваться просто так. Что? Не, ну, доктор говорит, у тебя проблемы. А, не, я у тебя что-то пошел. Действительно просто так. Да, потусоваться. Ну, мозги попарить, там все такое. Думал, пиздато, блин, это самое. Здорово, блин, получу. Какой-нибудь. На халяву, блин. Да, оказалось, нет. Оказалось, что, блин. У тебя проблемы. Ну, блин, знаешь, когда тебе приписывают, блин, что-то, что у обычных людей, блин, заводят как кокаин. А ты жрешь, и, ну, ты хоть бахнул. Опа. Странно. А че-то мне не вставлять-то? Может, доктор был прав? Может, у меня здесь есть проблема? Ну, что, на этой неделе мы этот начали переносить архив. Вот, еще не закончили переносить архив, но, я думаю, через пару, я надеюсь, через пару не закончим. А вот. Может быть, на руках или на машине переносить? Да. С гравитационной подушкой, да. Да-да-да. Загрузили все серверы и повезли. Вот. Так что, я надеюсь, надо постараться сегодня, но я не знаю, если у меня хватит сил сегодня что-либо еще делать. Я еще так много ничего не делал, что я не уверен, мне хватит. Ты вообще весь вымотался, да? Да. Вот. Говорят тебе, Женя, работать надо больше. Вот. Так что, я не знаю, у меня что-то... Я сегодня с утра встал и сел и ничего не делал весь день. Почти ровным счетом, я буквально что-то поделал под конец рабочего дня. Когда там уже в третий раз мне один и тот же баг вернулся. Вот. Я каждый раз читаю и думаю, как я это пропустил, как я это пропустил, как я это пропустил, как я это... Знаешь, такое ощущение, что я слепой. Вот. И, короче, да. Не, у меня было проще. Я проснулся в семь. В смысле, я проснулся в шесть. Подключил будильник. Лег дальше спать. Проснулся в семь. Еще полежал до восьми. Встал. Такой. Так. Пока я не забыл, надо послать имейл, что я сегодня работаю из дома. Открываю этот имейл на телефоне. Смотрю. Так. Наша бизнес-аналистка, блин. Я сегодня работаю из дома. Круто. Наша QA. Я сегодня работаю из дома. Наш этот project owner. Я сегодня работаю из дома. Такой. Я сегодня работаю из дома. Еще потом пару человек, блин, это самое тоже. Ну, короче, половина команды сегодня работала из дома. Я такой подумал, подумал, думаю, подожди. У нас всю неделю мы, типа, стендап делали так. В этот, просто, там, снаружи в столик. Нет, сам. Даже не в какой-то комнате, где даже телефон. Думаю, если они этот стендап так же будут сегодня делать, позвонить там бесполезно. Тем более, что я даже не знаю, куда звонить. У меня как-то на календаре, блин, пропало вот это приглашение на стендапы, и там нет ни телефона, ни extension наш, там, куда звонить. У вас нет ARC канала, где надо спрашивать вопросы. Чувак. Техподдержки. Кто пользуется ARC? ARC пользуется? Это ваша команда, пиларовская команда, этот... Архитектора пользуются ARC? Да, не, ну это чисто для личного пиздежата, блин, там, типа, они там макросы вставили, которые там выбирают... Чтобы им печатать не пришлось, а макросы сами с собой общаются. Нет, у них там макросы такие, что, типа, самое наиболее используемое, это, там, короче, рулетка крутится и говорит, куда сегодня на ланч пойдем. Ха-ха, самое полезное, да? Да, и другая макро, она этот, автоматически звонит в 12 часов, звонит всем и говорит, чуваки, ланч, пошли сюда. Да, ну вот, побежали. А, еще там есть русская рулетка, этот восклицательный знак и ARC, пишешь? Вот, и она, типа, делает русскую рулетку. Вон, типа, клик, не сработало. Еще делаешь ARC, клик, опять повезло. Вот, и недавно там этот, кто-то добавил макро, этот, random win генерирует, ну, наш, чтобы, если тектировать или еще что-то в этом больше. На Google, чтобы не заходили. Ага. И все. А так, в основном, это desking-команда и этот, ну, да, фактически только это самое, desking. Там же два канала, в основном, используется, это ланч-канал и этот desking. Нет, туда у них еще есть till. Today I learned. А, whatever. Я еще в нем все стою, там, периодически что-то интересное проскакивает. Да, ну и, короче, я решил даже не звонить. Открыл лоток, посмотрел, подумал, так, мне надо писать в Ленет самый вставший. После этого я зашел на своем компьютере на Google, посмотрел, как этот, что там, Spring Boot делать. Научился немножко, как, начинать, скажем так, проекты на BadBomb на Rionet. Проапдейтил себе IntelliJ на Mac'е и на PC'е, в смысле, на своем домашнем игровом, так сказать. Вот, запустил маленький проект, там, сделал все конфигурации, все такое. Вон, думаю, если я не буду сильно бухать на выходных, то я себе сделаю маленькую программу, которая за меня будет опять все ставил шип писать. Смотри. Ну, я там буду делать, типа, вот это input, вот это output, и потом стрелочки просто тянуть от одного к другому. Ага, там будет заполнять меня этот ставил шип. Нафигу, ну, ну, этот, типа, маппинг делать. Хорошая идея. Да, а Юля, блин, что, я руками, что ли, буду этот XML писать? Что, дурак, что ли? Там, там, задолбиваешься, блин, ну, да, даже то, что в IntelliJ, блин, добавляет, и все так. С другой стороны, можно было бы там сделать эти, типа, macros в IntelliJ, но я так подумал, нахрен. Знаешь, я давно хотел, блин, сделать свой маленький сервис, там, пробу написать, и так далее, на шапку написать. Вот, и у меня еще хромает, как вообще начинать проект. Знаешь, какие там подбеграции писать, что надо, как эти библиотеки подсоединять, такое. Вот, ну, в смысле, правильно, там, не дупло, и интересно. Ну, начал это дело сегодня, а потом, после обеда, вспомнил, что сегодня пятница, и также вспомнил, что я уже на том адресе не живу. Подумал, блин, и мотанул, там, зашел, поменял адреса, этот, на правах, и этот, и в медицинской карте. Насчет прав мне сказали, что, да, тебе карточка новая придет в течение месяца. Хорошо. Ну, в принципе, было. Глава, что поменял. У, кстати, пока не забыл, подкаст, запись подкаста, наверное, перенесется на пятницу теперь. А, да. Так что, Юля. Да. Вот, и заодно я не уверен, насчет следующей пятницы. Я не знаю, что будет на следующей пятнице. Следующую пятницу. Да. На следующей пятнице. Рунглеш, блин. Я уже не... Ну, ты хоть не напрягай. Ну, елки зеленые. Я уже не знаю, что будет. Я уже вообще, я уже больше ничего не знаю. Что, будет пипец. Джина родит. Да. Будет диетятка, она будет нервы трепать. В смысле, джина будет орать. Ну, у меня все уже нервы трепят. Ну, замечательно. Рассчитывай это как подготовку к семейной жизни. А ну, ты скажешь, за огромной жизнью. Дальше будет только хуже. Да. Что-то я тоже так начинаю чувствовать. Я на этой неделе встречался с Евой и Ромой. Угу. Не, даже не на этой. На прошлой где-то. Ага. Мне очень интересно, как все сперва советуют, что нужно заводить детей. В смысле, кто? Ну, вообще народ в округе. О, дети рады из жизни, все остальное. Вот. Типа, дальше. Ну, хочу заметить, я никогда не советовал заводить детей. Ты нет. А потом, когда ребенок почти тут, или он уже тут, тебе начинают рассказывать, как хуёво тебе будет. Ну, да. Я говорю, дай же, где логика в этом? Логика очень простая. Да. Я в говне, а они что там, блин? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Иди сюда. Что у тебя, чересчур хорошо живется? Ты знаешь, я это все больше и больше думаю, насколько у тебя правильная идея насчет... Ну, насчет, насчет, в принципе, и жены, и детей. Не уверен, если они вообще нужны. Ну, в принципе, в общем, они, конечно, нужны, там... Не, в общем-то, нужны, но просто, понимаешь, не... Для выживания человечества. Да, нет, даже не в этом, это то, что если ты... Я, в принципе, хочу завести детей, в конце концов, но чисто ради того, чтобы, знаешь, если у меня все-таки все плюс-минус хорошо получится, то это значит, что я довольно-таки успешная особь, знаешь, человеческая, значит, желательно вот эту, знаешь, генную информацию все-таки передать, чтобы, знаешь, для, как бы, блага человечества в общем. Ну, за все хорошее, вот, все говно. Это, во-первых, во-вторых, знаешь, большинство людей делают самую главную ошибку, это то, что... Ну, все, я вот там закончил школу, начал работать, теперь чего мне осталось, блин, подожди, из списка того, что нормальный человек должен сделать... Подожди, дерево сажать негде, точно, жена, дети. И потом начинается пипец. Ты думаешь, до сих пор так люди думают? Чувак, люди об этом... Нет, проблема в том, что люди об этом даже не думают, они просто делают, потому что все это делают, да? Что ты, с девушкой встречался год, замечательно, жениться надо. Если у тебя на это не прет, то это самое, то ты с девушкой встречался год, она забеременела, ну, все, точно жениться надо. Зачем? Ну, потому что все же жениться, да, там, ну, естественно, если поженились, в смысле, там, ну, естественно, надо дом взять. Как же без дома, правильно? У всех же дом должен быть. Американская мечта. Образ, на секунду думаю, что бы было, если у меня не было бы жены. Ничего, жил бы сейчас где-нибудь там. В Сан-Диего, ну, хотя нет, не в Сан-Диего. Жил бы где-нибудь еще там, в Америке, блин, и получал бы там 1200, и бичил бы, какие они там мудаки, что они agile неправильно делают, или еще что-то в этом духе. Хотя нет, у тебя мама, ты бы все равно, жил бы, наверное, здесь, но купил бы маме какой-нибудь маленький домик. Мне маленький домик, мне идея с маленьким домиком даже очень нравится уже на данный момент. Ну, да, ничего. Мне здесь-то, блин, я все смотрю и думаю, пипец, блин, когда я смогу здесь хотя бы, блин, нормально перебраться. Уж не говорю про то, чтобы все разложить и некоторые маленькие вещи, которые на нервы действуют, в порядок привести, там, допустим, задняя дверь, она, в смысле, заднюю дверь, ладно, то, что она скрипела, я это отремонтировал. Потому что, блин, по пять раз в день открываешь эту дверь, она скрипела каждый раз, я такой, блин, вот, самое, что-то новое. Поздние ночи такой уже, все, блин. Я взял, блин, а со мной фонарик пошел в этот, в гараж такой, так, где у меня тут какое-нибудь масло, нафиг. Слил машину с масло, фу, с машины, машину слил масло, так, спокойно. Я, да, я плескал судьбе, не уверен, где скрипит, я думаю, это поможет. Взял кисточку и так, ах, да, да, мы на этой неделе получили ключи от дома, в смысле, Женя получил, жена, да, жена получила, на самом деле, она сама ездила. Я был на работе, вот, так что, да, пожалуйста, не пишите мне, что вы хотите приехать в гости. А, если хотите приехать в гости, то приезжайте, пожалуйста, с кисточками, там, роликами и так далее, чтобы заодно приедете, перекрасите, блин, там, полный. Я теперь, как этот, иммиграционная служба Канады, вы специалист по, этот, сантехнике, электрике, да. Вы плотник. Добро пожаловать. А если вы едете побухать, то привозите бабки. Да, 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 много, много бабок. Кстати, о плечках, блин, слушай, так еще не посмотрел, не надо узнать, или эту дестру можно сюда дозвать, в смысле, или она может сюда приехать, как специалист. Специалистов мы любим, Владимир. Не знаю, у него там, типа, диплом, типа, детский психолог, все такое. Ну, на север. Хотя, у нее сейчас рабочее название, это воспитательница. Нет, она специалист по социальной инженерии молодого поколения. Да. Но она, блин, детский психолог. Так, как этот. Там скандал был в Рио. Один из американских пловцов сказал, что его ограбили. А на самом деле он просто вломился в туалет. По-моему, там, что-то там накосячил. А потом еще подрался с этим, с охранником. Вот, или что-то в моем роде. В общем, да. Вот, но он сказал, что, значит, его ограбили. И потом, когда откопали этот наш видео с камеры, вот, показывают. И, значит, интервью у него берут. Ну, вы наврали. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я не наврал. Я просто, как это, I just overly exaggerated the situation. Как это, overly exaggerated. Преувеличил. Да, он очень, я себя очень сильно преувеличил. Ну, она такая, чувак, нет, вы наврали. Не-не-не-не-не. Вы не понимаете. Да, я тебе сейчас объясню. Я вам сейчас объясню, откуда ноги растут, да? Так что теперь я по вечерам понемножечку переезжаю. Коробочки, все остальное. Труто. Да, скоро и твоя очередь придет. Че, моя? А тут при чем? Скоро будешь там. Так, пора терять телефон. Вот этот, я не знаю, как я сервер буду перевозить. Щука, Шень. Коробка тяжелая. Там она очень тяжелая. Окей. Вон мне там доли. Ну да. Коляточка. Проблем не в коляске, поля. Как его машину поднять? Вот это вот будет. Че, вдвоем? Вот, так что да, понемножечку так, дом там надо перекрашивать, но перекрашивать некому. Перекрашивать походу уже никто не хочет. Серьезно? Да. Мама посмотрела на дом и сказала, как он большой. Надо нанимать людей. Ооо, гений, друг. Жень, Жень, Жень. Я тебе сейчас дам совет. Я, по-моему, тебе уже это говорил. Да. Вот. Но ты это запомни и каждый раз говори. Да, 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 конечно же. Конечно же, не беспокойтесь, я этим займусь. Не беспокойтесь, я этим займусь. Я все устрою. Я все устрою. Не волнуйтесь. Да, конечно же, людей нанять замечательно. Я все, да, абсолютно. Завтра нанимаю. А на следующий день? Завтра. Я же сказал уже, завтра, да, абсолютно. Сто процентов. Да, короче говоря, я замученный. Всегда говори да. Да. Чтобы они типа там, угу. Круто, да. Сделаю. Абсолютный. Всегда говори, что ты это сделаешь. Их нет помощи. В смысле, ты не хочешь их напрягать. У тебя уже есть человек. Он сделает. Он сделает. Ты уже знаешь компанию. Ты уже знаешь человека. Ты уже знаешь специалиста. Не важно, что. Ты уже знаешь. Ты уже все. Ты, знаешь. I'm on top of it. Гарб. Все. Сто пудово. Сделаю. Абсолютно. Два месяца спустя. Сто пудово. Вот, вот у меня записано, блин. Все. Будет сделано. Да, абсолютно. Без проблем. Главное обещать. Обещай, блин, как политик. Обещаю, блин, что все будет сделано. В конце концов, они там чего-то куда-то там, знаешь. Я устал, я истощен. Я уже ничего не хочу. Это что, ребенок не родился? Смотри, с позитивной стороны, ребенка хотела жена. Я всем, правда, говорю, что ребенка хотела жена. Мне было как-то совсем по барабану. На самом деле, сейчас мне все меньше и меньше ребенка хочется. Вот. Ну да, ну потому что ты не представлял себе, что это такое. Да. Сейчас, понимаешь, когда она подкрадывается все ближе и ближе. Вот. То ты начинаешь уже, знаешь, чувствовать, что именно на тебя греет. Это как туча, знаешь, она когда вдалеке, типа, ааа, ну вроде ничего. Почему нет? Когда она приближается, ты уже, ой, елки зеленые. Что, как она, какая-то она черная, что-то солнышко, блин, не видно. И вообще, блин, ветер дует. Что-то пахнет ураганом. Кстати, да, я говорил об урагане. Да, в Виндзоре впервые за последние 20 лет был ураган. Даже, по-моему, кому-то там дом немного поломало. Да, да, да. В Лос-Але. И в Виндзоре тоже. О, ужас. Как прошел. Люди все такие перепугались, блин. Моя, блин, этот Явро два дня из дома не выпускала. Он, бедняга, сюда притащился, говорит, чувак, блин, дай хотя бы, блин, компьютер взять. Можно, кстати, сказать, я у тебя еще этот самый монитор на пару дней возьму. Да, потому что мне придется с нею оставаться, потому что у нее дом, походу, подальше. Она боится, что его ветром унесет. Не, не выпускать его из дома. Серьезно? Надо прикалывать здесь. Не, серьезно. Самое главное, надо запомнить, что он, как он уже всем сказал и много раз повторил, что он мужчина в доме, понимаешь? Он командует и принимает решения. Где-то я уже это видел. Не могу только припомнить, где именно. Блин, вот наш такое страшное чувство дежаву. Мне кто-то уже говорил, что он тоже, блин, мужчина в доме, все такое. Женщина всегда его будет слушать, там, еще чего-то, еще чего-то. Кто это такое говорил? Не знаю. Вот не могу вспомнить вообще. Я точно не говорил. А? А, нет. Я рациональный человек. Я понимаю, что... А потом он принял мужское решение и уехал в Торонто. Мне кажется, чем мужики больше орут, что они главные в доме, тем меньше они на самом деле главные. Ну, правильно. Женя, это простой принцип. Ой, блядь, извиняюсь, я просто... Знаешь, это то же самое принцип, который шоет сам. То есть, если стоит какой-то чувак и кричит, нахуй геев, и вообще это все неправильно, то... Возможно, он пытается кому-то чего-то доказать. Да. Скорее всего, себе. Нужно самоутверждение. Людям нужно самоутверждение. Я теперь понимаю, почему такие чуваки, которые кричат больше всего, что они мужчины в доме. Всегда, всегда с появлением жены и детей продают свои мега-крутые спорт-тачки и покупают минивэн. А потом говорят, что это было общее решение. Конечно. Что-то в этом роде. Или что у него не было выхода. Да. И вообще ему не так уж и нравилась эта спортивная машина. Да. Да. Ну, по крайней мере, я об этом никогда не орал. Да, а чего орать? Конечно. Я решения не принимал. На самом деле, я и не хочу решения принимать. Если бы я мог вообще не принимать решений, я бы лучше так жил. Без решений. Как-нибудь так. Да. Поэтому я все свалил на жену. Ну, в принципе. Страховку она отыскала. Машину она отыскала. Да ладно, чувак. Ты, блин. Ты все равно получил, блин. Сколько. Да. Ну, это... Тренировал, дрессировал, блин. Где найти, как найти, как правильно искать. Ну, ничего. Вот результаты. Теперь можно ничего не делать. Ну, хотя с другой стороны, если она хорошо запоминает, то это, в принципе, трудно. Теперь можно расслабиться. Не принимать никаких решений. Потом она будет кричать, что ты за мужик, ты не принимаешь никаких решений. Ты начнешь принимать решения, она начала кричать, что у нее нет свободы. И вообще, что ты делаешь? Если ты мало зарабатываешь, если ты меньше, чем она зарабатываешь, она кричит, что ты вообще не мужик. Ты больше зарабатываешь, чем она. Она кричит, что это все неправильно, нечестно. Да. Жень, это нормальная жизнь. Понимаешь, это нормальная... Если честно, я теперь начинаю очень сильно понимать мужчин. Начинаю понимать. Не понимаю. Начинаю понимать, которые просто тупо убегают. Потому что у меня уже такие мысли просто пролетали в голове. Я думаю, может, убежать к нам, как-то переедут. Не, Жень, у тебя еще пока что все нормально. Не, у меня все нормально. В смысле, я имею в виду, у тебя лучше, чем нормально. У тебя, на самом деле, в сравнении, у тебя все круто. Пока что. Пока что. Я не хочу зарекаться, но, как бы, понимаешь, проблема всегда состоит. Я не хочу быть никаким этим сексистом или еще что-то в этом духе. Но, как бы, факты, есть факты, что, когда женщина рожает, у нее там очень много гормонов всяких разных выделяется. И в зависимости от ее баланса, дисбаланса и всего остального, то она может там быть нормальной. В смысле, быть терпимой или хорошей даже, или еще что-то в этом духе. А может быть, нет. Вот, это тоже есть, как бы, знаешь, это меняет очень много чего. Это как эликсир для Кептана Америки, да? Все твои качества, они усиляют этот, когда амплифицируются, теперь будет амплифайл. Не знаю, Жень, сам еще, блин, на гугле. Голубава у меня. То же самое, наверное, будет. Если она хорошая, она станет лучше, если она плохая, станет хуже. Нет. Я мечтаю, дайте мне помечтать спокойно. Ну, короче, города, сейчас головной убой много. Это как в математике, знаешь, есть сила, а есть направление. В смысле, как в физике даже. Знаешь, это как вектор. Как бы, сила может увеличиться, но, знаешь, вот направление может поменяться. Так что, разные факторы влияют на разные вещи. Так что, пока что, вроде ничего. Посмотрим, что у вас будет после. Но все равно, кому-то надо будет с ребенком хоть как-то там возиться. Если только вы не оставите ребенка с мамой. Вот это будет идеальный вариант. Да, неплохая идея. Может быть, даже ребенка вместе с мамой в Торонто отправить. Не, а почему? Чувак, смотри. Проведете где-то там полгода. Типа, она будет нянькаться или сколько она там будет с ребенком нянькаться. Знаешь, там ребенок будет сиську сосать. Все такое круто. Через полгода, блин, вот вам, блин, нафиг молоко, еще чего-то. Замечательно. Она на работу, ты на работу. Мама, извини, нам надо работать. Можешь посмотреть за ребенком, пожалуйста. Да. И все. У тебя две работы. У нее одна работа. Она может там будет с мамой сраться. Но не важно. Главное, не появляйся домой поздна. В смысле. Ну, у меня одна работа, другая работа. Замечательно, извини. Дорогая, блин. Кому-то же надо, блин, там деньги приносить. Еще чего-то, еще чего-то. Замечательно. Приходишь домой, дрыхнешь. А подкаст переделывает семейные советы. Не, ну, это идеальный вариант. Потому что, как бы, знаешь, они там, так как ты на виду не будешь появляться особенно, то единственный момент, когда она тебе может мозги потрепать, это прямо перед сном. Вот и все. А если она еще будет измотанная, то она придет домой, посредится с мамой, еще больше измотает все нервы, замечательно. Уже устанет, потом ты появишься, она уже там будет уже все, блин, не хочу нафиг спать. Круто! Идеально у меня. Потому что секса по-любому не будет. Кстати, да, ну, Владимир спросить, если секс будет. Хотя, с другой стороны зависит тоже. Вы немножко странные, но... Среднеарифметические пары после замужества женить бы, и так падаю. Ну, обычно у них бывает там по два ребенка, поэтому секс вроде бывает. Знаешь, я не очень хочу вдаваться в подробности, но... Да. Поверь мне. Так, я немножко расскажу про свою неделю. У меня на неделе много чего не было, за исключением того, что я вылил полбутылки пива на Xbox. Xbox, я думаю, что сгорел после этого, потому что он что-то выключился. Я его потом включать не рисковал, но поскольку там стояло пиво внутри, то, как бы, да. Короче, Xbox у меня больше нету. Замечательно, я с чуваками еще и посрался. Что еще? Хочу дать один маленький совет. Не давайте стриптизершам свой номер телефона. Они вас за... Дорогой, ты не хочешь меня подвезти к работе? Да, я тебя там... Я тебя станцую, да? Нахрен мне твой танец не сперся? Ну, ладно, я мимо проезжаю, подвезу. Угу. Подвез. Два часа, блин, там она меня промурыжила внутри, блин. Давай, я тебя станцую. давай ты еще там танец купишь, там еще чем. Твою мать, как они... Девушка, конечно, милашка. Это ей где-то там лет 20, наверное. Смесь черной с итальянкой. Интересно. Комбинация очень интересная. Прикольная девушка. Но того не стоит. Так что да, люди, не давайте им свой номер телефона. Вам же хуже будет. Вот и все. Больше у меня на неделе особо чего не было. Там была работа, но я про нее говорить не хочу, потому что она меня задолбала. Ага, работа? Да, была работа. Я все, я про свою неделю рассказал. Лео, подожди. А я ключи когда задал? В прошлую субботу? А, да. Хочу заметить, что я сдал ключи от прошлой квартиры. Все. Я там больше не живу. Теперь у меня только одно единственное место проживания. Та-ра-ра-ра. Все. Хочешь что-то рассказать? О, расскажи про этого, про вашего нового программиста. Я не знаю, я пару раз проходил, и глядяще на него, это такое, блин, Интересно. Такая интересная картина. Сидит медведь с маленьким лаптопом. А, ну, я с ним особо много еще не работал, как бы. Ну, вроде он такой нормальный чувак, вменяемый. А, блин, за счет уровня скилла... Он русский? Нет. Фух. Поехали. Мне этот, репортую с рабочих мест. Завтра приедет тетя в 10 часов. Она приведет краску и покрасит... Чувак, поставь на дуна... Блин. Вот. Ты думаешь, что это спасет? А сейчас глуп только это ждет. Да пофиг. Вот. Принвучи телефон, нахер. Вообще, блин, это самое. Я понял, убеди и все. Так, чтобы прыгать... И там три комнаты покрасит, и еще что-то ху... Я не знаю. Чувак, нахер, блин. Ты знаешь, что это ничего не произойдет по-любому. Пошли. Увидим. Я теперь у меня настроение поднялось. Может, они действительно там... Тетя приедет, она как... Чувак, 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 поверь мне. Будет тебе хуже, если они на самом деле приедут и покрасят. Потому что, знаешь, все, конечно, круто. Но одно дело это покрасить. А другое дело это за помощниками перекрашивать. Они тебе так покрасят, они тебе, блин, там и на пол, краску, блин, сам и нальют, и на стекла, и этот, и все розетки, блин, закрасят, и так далее. Это потом... На самом деле, розетки, стекла, да, розетки нет. Там надо все розетки... Я только что заметил, что этот... Переключатель... Ну ладно, не важно. Потом как-нибудь о ремонте этот... О ремонте дома как-нибудь потом. Короче говоря, возвращаемся обратно к медвежонку. Ну, чувак нормальный, вроде как. Вроде соображает, но очень много не сидел. И... Ну, он пришел, типа, с рекомендацией прошлого программиста. В смысле? Правда? Да, он сказал, что вообще, блин, просто мега чувак. Но он смотрел на его код. Сказал, что идеальный код и все такое, блин, траля-ля. Ну, чувак молодой, ему, что, 28 лет. Как бы, да. Ну, или посидели, поболтали, он поработал там. Паре стартапов, все остальное. То есть, он тут, там, побывал. Вот. Ну, более, скажем так, приятный. Потому что, по крайней мере, он, знаешь, там, и весело поговорит, мне рассказывает, мне не пытается, там, на тебя напилить то, что он думает, или как он считает. Разбирается в пиве, разбирается в виски, в скотче разбирается. Ну, клевый чувак. Любит суши. Так что... О, все, уважают. Да, то есть, такой прикольный чувак. Вот, мы с ним как-то там сидели, болтали. Вроде хорошо, посмотрим, как он работает. Ну, такой, такой, вроде, не особо, не особо, знаешь, не особо, чтобы рвал задницу, не особо, чтобы он, знаешь, там, сидел, ничего не делал. То есть, такой сбалансированный, я бы сказал. Вот. И вроде как, так, приятный чувак. Что-то, что-то в нем есть немножечко такое странное, но, как бы, окей. Ну, кроме, кроме его физического... Я на чем-то Виктора напоминаю. Да. Если бы Виктор тогда послушался... Да. Он бы сейчас тоже там сидел, то есть, так же, как этот медвежонок. О, блин, нет, глянь. Для него это было бы вообще пипец. Он бы там... Блился просто... Да. Его бы там уважали, потому что он весь такой крутой, и так далее. Он бы всем рассказывал, какой он крутой. Его бы все еще больше уважали. Он бы там потихоньку наработал, там что-то ковырял. Было бы все круто. На самом деле для него было бы вообще офигенно. Он бы там засел и никогда бы оттуда не уволился. Да. Жизнь удалась. Абсолютно, абсолютно. Так, что? Жалко, конечно. Жалко? Ну, что ты делаешь? Эх, человек пропадает. Его же еще, блин, фактически, блин, в универ взяли. Тоже уже. Как бы, все готово, блин, все сберем. Только документы переведи, все. Эх, человек может быть счастливее в войне, как его застанет. Да, не говори-ка. Как же его заставить, да? Вот, так что, ну, ничего, посмотрим. Вроде ничего соображать, товарищ. Вот. Ну, это, слава богу, а то, блин, знаешь. Но он от пилара, он не от этого. Не, я так и понял, глядя еще на то, как он, блин, давит. В смысле, мне этот макбук, блин, жалко стало, блин. Я посмотрел, как эти две медвежьи лапы, блин, на этом макбуке лежат. Сначала подумал, блин, что ты делаешь, потом думал, да нет, они крепенькие. Я думаю, такого выдержат, но все равно жалко. Ну, что, у меня еще на неделю случилось, у меня больше ничего, чтобы такое не случилось. Я, кстати, в четверг, блин, с этим, с Крисом прогулялся. Я, типа, такой выхожу. С каким Крисом Бонди? Нет. А, с нашим этим? Да. Как он там, директор IT или еще что-то в этом духе? Директор? Да, я его хотел. Я его давно хотел нахуй послать, но я тут вышел такой, вышел, покурил у фонтана, ну, там же покер-стап, все такое. Он думает, надо прогуляться. Иду такой, смотрю, блин, там Крис вышел, там, вот. Он идет, я иду, он идет, я иду, он такой разворачивается, такой, останавливается, говорит, ты на этот, до тех покер-стапов туда, я говорю, да, но пойдем, смотри, короче, я вот это поймал, вот это, понимаешь, так и запокеманились там, ох, мы там прогулялись, просто пипец, мы там навернули, блин, по-моему, 4 километра в общем. Сложности, блин, Заланч, вдвоем, да, мы там нахерачили, просто пипец, он еще такой, блин, там, нам надо идти вокруг, я говорю, Крис, спокойно, я тут знаю местечко, пойдем, вот здесь, между машинами, так здесь пройти нельзя, а вот там, между деревьями можно пролезть, да, да, пошли, пролазим. Так, вот сюда, не, в обход не иди, короче, вот сюда, прямо на бордюре, так, чуть-чуть, два шага сделай, а он мне показал, как добраться до другого покер-стопа, который в соседнем, там, этот, комплекс, где этих офисов есть, он говорит, смотри, прикол, видишь, два дерева стоят, да, видишь, где тенек, да. Короче, сюда подходишь, руку немножко протягиваешь, достает, такой, твою мать, я долго, блин, пытался, знаешь, там, где, как бы, визуально ближе, вот, не, там, видимо, из-за того, как GPS работает или еще что-то в этом духе, там, если до угла пройти, там, прям, под деревом встать, то там достает. Прикольно. Вот, он такой, а-а-а, ты, типа, рассказал, как он ходит, я ему рассказал, как я хожу, вот, обменялись опытом, вроде ничего, крайне мере, отношений чуть-чуть, знаешь, плюс один, отношений с менеджментом. Да, мне, кстати, с ним надо будет поговорить, как по другому поводу. А, по поводу бабла? Да. Они все еще не донули, ты бабал? Нет. А? Ну, это ощущение, что они не особо шевелятся, потому что я набили билеты реквизировал уже очень давно, и это уже прошло, наверное, месяца два, и окей. В смысле? А, ты... На самолет, да. А, понятно. Они мне никак ничего не это, что надо будет. Но, этот, хорошие новости, я тут закончил писать статью про Devcon. Я надеюсь, она будет веселая и образовательная. И вот, что я нашел. Оказывается, если ты сейчас закажешь билет, этот, отель на 25-й Devcon, отель тебе встанет всего в 600 долларов. Это тот самый, не тот самый отель, они же сейчас в новый отель переезжают. А, да, они там, по-моему, Scissors, не, не Scissors, а Jim Crown. Тебе билет стоит всего, эта комната всего 100, встанет в 600 долларов. Ну, в смысле, на 4 дня? Да. 150. Представников. Да, я думаю, ты еще можешь сэкономить сотку, если ты возьмешь на, whatever, там, 3 дня, да, или уедешь в последний день. Ну, типа, не брать. А-ля в воскресенье? Да, то есть, там, когда все заканчивается, в последний день, вот, ты просто чек-аут делаешь в 12 часов, то есть, тебе придется где-нибудь свои вещи, не знаю, оставить. Где, чувак, я в следующий раз, я в следующий раз беру, короче, с собой большой портфель, и как бомж, блин, тусую со всеми остальными. Главное, туда, в портфель, вшить две хороших колоночки, блин, я сам, да, и хороший сабвуфер, ходи там. Короче говоря, да, я думаю, если ты сейчас билет на самолет начнешь искать, я думаю, ты, в конце концов, можешь там за 200 баксов найти. Короче, в тысячу у тебя поездка на, обойдется минимально, ну, плюс еще сверху, там, поесть, поспать, побухать, поесть, побухать. Ну, а, где-то там полторы-две тысячи, как обычно. Да, но, блин, не три тысячи. Ну, да, не три тысячи. Ну, когда уж такое начинается, но... Да, нет, там, учитывая то, что я практически за отель не платил, я все равно там оставил, ну, как минимум полторы тысячи. Я знаю, не правда ли весело? Да, блин, у меня... Ты еще некоторые обеды и ужины не платил, которые я тоже списал, типа, там, пицца, да, я взял пиццы, ха, вот, да, там, бургеры, ха, вот, то есть, ну, как бы, да, там, весом получается, на самом деле, если так задуматься. Я думаю, с людьми надо знакомиться заранее, там. Ага. Давай, Ваня, RC завязаем. Сто подняк, чувак, блин, потому что, не, с людьми, там, надо знакомиться, блин, просто заранее, там, надо заводить знакомство, чтобы уже приехал в первый же день, чтобы там, у кого там партия, тащишься туда, там, бухаешь, там, жрешь, чтобы знаешь... А, там, еда была даже на партию? Да, пицца. А, да, точнее, не досидел. А, ну, пфф, ха, 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 ха. Фак, Джорень, ну, это тоже. Угу. Да. Человек тоже мне, паук. Рррр. Эм, ну, вроде как, на неделе больше ничего такого не произошло. Я уже не помню, что произошло, у меня так все идет. Уи, уи, уи. у меня вчера мама машину забрала уехал на машине и не вернулся через 40 минут звонит я сломал окно она теперь не закрывается не открывается больше ну ты не переживай я уже успела сесть в автосервис вот они мне сказали что починить будет стоить 450 долларов короче приезжай посмотри да я приехал посмотрел ну пришел там стекло действительно не поднимается не опускается думаю очень странно у меня очень дешевая машина но так чтобы моторы горели в стеклах такое конечно редко бывает ладно ну ты знаешь за 250 долларов это в принципе неплохой предохранитель да я выдернул все предохранители все предохранители все нормально думаю великолепно предохранитель на мотор сгорел вот сидел думал ну такой конечно случается но знаешь слишком знаешь слишком это уж подозрительно подозрительно сижу смотрю курю курю сижу смотрю вот смотрю там там же этот у меня панель такая двери там стекла опускать потом там двери закрывать потом этот зеркала настраивать и еще одна маленькая кнопочка это чтобы отключать отключать стекло соседа за чтобы дети не играли смотрю нажата интересно 450 долларов да я думаю интересно вот короче мама там с ума сходила я взяла машину и сломалась 450 долларов ну первое даже если сломалась но бывает почему мамы любят устраивать очередную серию санта-барбары вот у меня тоже интерес такой я в последнее время начинаю задумываться откуда вот откуда у них вот это знаешь истерическое состояние да даже если ничего не произошло там как да обязательно блин должна быть какая-то санта-барбара блин там есть ты думал пришел чихнул ты блин наверно жени из меня чего откуда откуда это взял начинает наводить на мысли может быть стоит также начать наводить на мысли почему почему так здорово прийти вечером домой выпить пиво причем выпить так несколько бутылок чтобы уже совсем ничего не волновало в этой жизни я начинаю понимать этих людей о чувак не я абсолютно я абсолютно понимаю что что своего дедушку слышу своего дядю я прекрасно их понимаю потому что дедушка приходил домой либо пьяный в дребезги либо дома нажирался при этом знаешь как бы такой наш чем чем громче бабушка орет тем быстрее он самогон хлыстает блин после чего он там я пойду к маме или еще что-то дядь друня так он вообще либо вообще не появлялся либо появлялся так да ну хорошо я под пришел вот вот зарплаты короче я пошел в гараж до дальше машина ремонтируется я с ним в гараж пару раз ходил там блин но такой пришел блин такой ящик пиво двигатель стоит начинает крутить там один поворот одно пиво один поворот ключа одно пиво ну и там другие там там наш по там классно такая тусовка была все мужья блин там там ряд этих гаражей смотришь мужиков были там стадо то с кем там бухают обычно соседи знаешь по гаража я сбухаю они он так это двигатели не доремонтировал но соседний гараж был заполнен блин этими пустыми бутылками ваня давай купим него и и ремонтировать можно долго еще лучше уазик я думал был бы неплохо уазик но здесь его можно достать а да почему нет чего нет него то есть на хотя в принципе лада лада возможно уазик был был бы сложным да но вообще я тогда особо не понимал что это такое но да он так наш на глаз при настраивал эти называют баллы клапана ванюша что друг лишь какой руль да он там сидел бы на проводил еще 12 сам а кстати хорошие новости вали в гараже оставили холодильник а да ты мне уже говорил а ну так что все ты можешь приезжать холодильник ты знаешь отчасти я надеялся что ты спиздишь этот холодильник и что я потом придет скажет какого хрена где холодильник я же тебе отдавал холодильник я такой ну не знаю блин приезжал вроде забыл могу всегда забрать не он его уже видел а все равно как бы знаешь если ты забрал то я бы сказал что у меня не зовут вроде в гараже был что случилось наверно спистили плену все все остальное оставили блять холодильник и даже дверь за собой закрыли но это можно оформить не переживали здесь так вот так что совсем скоро надо будет тебя притащить что ты там гараж и был гаражом там много инструментов осталось много но до них добраться не получится там надо будет как минимум бутылку водки чтобы до них добраться есть тебе замечательное предложение я могу можно сесть в мою машину поехать и просто все все собрать и перевести у меня даже есть место куда перевести у меня там была помощь набора блин колес с мыслами кушать не говорю про инструменты инструмента там там есть этот как он называет грайндер там полировщик долбаный как его там отлично ваня поздно там еще целом набор всего там мыло для мытья машин это блин ацетон там всякие там смазки это всякие и грейсеры мир топорно точить там две полки это хренью забиты там еще этот целом набор инструментов на стене висит я их аккуратненько развесил потом закидал это все коробка нашел дату не добраться было еще да там прохать забрать там хорошее количество надо поехать забрать обязательно по крайней мере у тебя будет запасной гараж на всякий случай если ты решишь там есть еще поимонтировать ну что пойдем покурим а потом вернемся к новостям у вас там так много новостей на этой грустной ноте в гараже осталось мы пойдем разрабатывать план ну а вам оставляем сверчков настоящих настоящих до канадских да так черно там первую новость слушай мы только блин час описания очень будет два часа приношу писать усиленно часа два так защитники природы африки пострадали от обновлений windows 10 до добровольным принудительное обновление windows 10 доставляет немало проблем пользователям windows 7 и 10 для многих это мелко и неудобно но некоторым людям windows 10 наносит реальный ущерб я живу в центральной африканской республике жалуются один из разгневных пользователей реддита под ним под ником замбук 42 классно не мы оплачиваем медленный спутниковый интернет еще и считаем каждый мегабайт всего один из наших компьютеров такой скачал 6 гигабайт установочных файлов windows 10 компьютер мы отслеживаем отслеживаем свой своих чудом рейнджеров рк координируем по gps операции против браконьеров ну короче города интересно у них конечно рейнджеры неуверен как они собираются из этих бревен стрелять кстати кому интересно зайди и посмотрите фотографии офигенные да фотка офигенная уже вот это уже посерьезней с дробовиками да ну короче города вот значит windows 10 тем понимаешь жизнь испортила точнее они разве не остановили эту хрень все да по идее по идее время прошло теперь за обновление ты будешь платить ей в чем я сильно сомневаюсь но это ладно они так всем впихивали это дело о чувак мне блин это самое блин батя уже блин мозги промыл там в смысле промывал о-ля о поставь нам windows 10 я такой на хрена ну не знаю петя хочет блин windows 10 я говорю петя хочет windows 10 потому что windows 10 есть подобие стима от microsoft что не знаю что не не ну реально я когда я когда первый раз приехал на такой блин поставь мне windows 10 на хрена ну там windows 10 там все так круто все так круто что именно ну там есть блин а самое типа игровой центр там можно бесплатные игры качать я говорю хочешь бесплатные игры давайте сейчас поставлю бесплатные игры поставил ему стим он как он как начал блин он там ворфрейм поиграл он там этот еще чего-то поиграл а потом он там развел батю на на то что батя ему этот 10 баксов спустил на ассасин's creed что там тоже баксов за десять купил этот как он назывался shadows of mordor вот и на его не очень хорошем компьютере он все равно даже как бы играл как бы с огромными лагами и так далее но ничего играет блин ну он до сих пор меня докапывает блин там вот обидюхи еще чего-то я сижу думаю блин я бы конечно мог про апгрейд и все такое ну блин на хрена что тебе жалко не в этом дело просто знаешь не оценишь сколько ему не дай блин хоть я ему свою систему он дам блин он все равно не оценит скажешь мало нашему бы ему дашь круче систему он скачает круче игры блин закрутит блин настройки покруче все и все равно будет медленно что-то прямо так пессимистично смотришь на жизнь дети они развиваются им надо не развивается если бы он развивался было бы конечно круто но знаешь как когда он но не может даже блин там слышь чувак у тебя блин майнкрафт сломан да я вот сидел тут та самая неделю ждал пока ты приедешь блин пока ты смотрю там блин высказываете типа от сама сообщение типа у вас не хватает джавы кликните вот на этот линк чтобы ее скачать а молодой покорник дегенерировать да абсолютно я такой чувак вот у тебя линк линк елки зеленые на джаву но я-то не знаю что такое в смысле ты читать умеешь тебе здесь блин по-английски написано не хватает джава кликни сюда чтобы установить твою мать уже куда легче читай вот этому вот нафиг это гора они блин не оценят я я тут батя захотел когда блин зашел в течащую блин комнату я там увидел тип этот кейс от этих солнечных очков то что я вам купил не не но если же очков нету стопудово где-то блин посеял их еще еще там очки блин он 200 долларов что-то да знаешь а это что пять долларов 200 долларов разницы нету да ну вот то же самое петя блин знаешь или у него 300 долларов системы или у него блин 1300 долларов системы он разницу не заметил ну по крайней мере не оцени пока знаешь не не задолбется с этим блин знаешь 300 долларов блин там компьютером что у него все там лагает постоянно и так далее вот потом уже там сейчас ему будет 15-16 он уже начнет там чуть-чуть подрабатывать поймешь что такое это как это зарабатывать блин деньги что это стоит что он там знаешь там потратил весь уикенд там заработал 200 долларов а ты ему еще подкинул еще 200 долларов тогда тогда он оценит а пока не не знаю пока они здесь да а пока блин нахрен не я минут 10 так и не поставил я тогда я ему тогда семерку поставил я сказал блин нет я тебе десятку ставит не буду и пошел на хутор бабочек ловить вот а Я ему дал Steam, он, ну, зря он, конечно, дал Steam. В смысле, установил Steam. Не зря дал свой аккаунт, в смысле имя своего аккаунта. Потому что у меня друзья добавил, и каждый раз, блин, это самое, когда у меня компьютер включен, я такой сижу, блин, аж Мег Вориер играю. Блин, 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 блин. Кстати сказать, я вот тут играю вот в этом. Мне вот в предыдущий надо поиграть, чтобы узнать историю. Чувак, я тут рублю, не докапывайся за такую, твою мать. В принципе, ты знаешь этот наш, как у Киуэй-Би, Брайан, вот этот, то, что Oh, I love you, man, man, I love you, man, man, you're the best man, man, you're the best man, I love you, man. Ну, я как-то послал, короче, имейл, а-ля, я работаю с домом, вы можете меня там достать на имейле, на скайпе, там, в рст, и добавил свой номер телефона. На кроняк, написал такой на кроняк, меня нету, еще что, я не помню, там совещание что-ли было, еще что-то. Я говорю, если меня не будет в онлайне, блин, пишите мне этот, эсэмэску, блин, этот самый, я, возможно, там у доктора буду еще чего-то. Прибегу, как только смогу. Вот, ну он записал. Он мне, блин, это самое, по-моему, в субботу что-ли, блин, эсэмэску такой. Слышь, чувак, я тут поставил файл зилан на свой рабочий компьютер, потому что у меня этот, свой компьютер, ну, он сдох, ну, ты думаешь, это будет окей, ну, ля-ля-ля, ля-ля-ла-ла, 7 сообщений позже. Я такой, чувак, нормально, только на работе не используй. Ой, спасибо, чувак, блин, спасибо, что ты так быстро ответил, чувак, спасибо, да мне, конечно, очень помог, да, спасибо, чувак, увидимся завтра, не, не завтра, ля-ля-ля-ля-ля, твою мать, 12 сообщений позже, после того, как я его игнорировал, в смысле, последние где-то 4 сообщения я его вообще игнорировал, он уже перестал. Но потом, блин, пришел отца на работу, он еще и там напомнил, он такой, ох, спасибо, что мне помог, да твою мать, дал ему на свой голову, блин, номер телефона, блин. Короче, да, принудительный установка Windows 10, ну, чего весело, я все, что слышал, Microsoft молодцы, молодцы вообще. Они, они так, ты знаешь, они так старались людей перевести на Windows 10, что мне уже начинает казаться, что с Windows 10 что-то точно не так. Я не знаю, может, они там воруют личные данные, шпионят за вами, может быть, они уже подключили NSA, просто контракт получили от NSA напрямую, просто качают все с вашего компьютера. Нет, 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 Жень, Жень, NSA и все остальное, я уверен, что они уже давно договорились, блин, еще, блин, спокон веков. Не в этом дело, смотри, у тебя есть Windows что, они только-только избавились от XP, да? Да. Чисто теоретически, они до сих пор поддерживают Wisp, 7, 8, 8, 1, 10, 9 не было, они его. Решили не упускать? Ну да, ну потому что, блин, как бы, знаешь... Потому что это должна была быть хорошая версия. Нет, 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 наоборот. Все нечетные хорошие версии. А, подожди, да, это должно было быть хорошие, точно. Да, они просто пропустили и перешли к следующей. Но, как бы, знаешь, это сколько нафиг версий надо поддерживать? А сейчас они, блин, знаешь, добровольно, принудительно всех переведут на десятку. Ну, замечательно, им надо, в основном, поддерживать только одну версию. Правильно? Да. Ну вот, вот и все. Как бы, это... Они-то поняли, они поняли, блин, в чем маза-то. Как бы, все было, конечно, круто, когда они, там, знаешь, продавали техподдержку компаниям и все такое. Но, блин, как бы, помимо компаний, там еще дохрена людей. Вот. И со всеми этими security багами, в смысле, дырами. Да, такой принудительный переход, это, конечно. Не, ну что, смотри, блин, дыр-то много. Смотри, появляется дыра. Скорее всего, это дыра у них во всех Windows. Да. Теперь им надо, блин, эту дыру патчить в каждом Windows. Им надо избавиться от всех этих дополнительных версий, по крайней мере, знаешь, как... Я понимаю, просто у них тактика такая сомнительная. То есть, например, ты не подписываешься, он, там, начинает скачивать, уже, знаешь, залил тебе Windows 10. Ну да, а чего? Ты когда Windows устанавливаешь, ты подписываешься на... Потому что тебя будут иметь, как они хотят, и все. Ага. Да, в этом проблем. Прям просто с Windows 10 они планку опустили, еще больше. Не, а чего? Я их просто дал блог, блин, поддерживайте эти самые, другие версии. Они, типа, давайте всех нахрен сейчас по шустрому перекинем на десятку, и, блин, другие просто канцелем. Скажем, что у нас там процентное соотношение, там, людей, которые используют, там, Windows Vista и 7, там, вообще ничего. И сейчас мы, короче, некорпоративную поддержку просто вообще нахрен сотрел. Как бы, по сути дела, Windows XP, что они сделали? Они закончили поддержку кому? Нормальным пользователям. Если у тебя Windows XP стоит на какой-то там ATM или еще что-то, поддержка до сих пор есть. Да. Вот и все. Ну, это поддержка-то платная. Да. Да, просто у них тактика, то есть, переход, я понимаю, просто тактика у них. Если бы они вышли и это официально сказали, там, типа, все, мы сейчас будем переходить, у нас только последняя версия будет поддерживаться, все такое, потому что люди бы начали бунтовать. А если так тихоря за Родину, а что там? Ну, это апдейт, мы пытаемся вам, типа, помочь. Наш, попробуй, пойди докажи, блядь. Правильно? Ведь большинство людей все равно не смотрят. Это они на шмотках, ну, куда, правда, едет, ой, чуть-чуть, что-то Windows какой-то поменялся. Чуть-чуть, как, кстати говоря, Windows 10, да, засудил Microsoft на 10 тысяч долларов. Всего что-то как-то маловато. Ну, всего он засудил, потому что это столько она денег потеряла при апгрейде. Вот, и, в общем, у нее, по-моему, небольшой, маленький такой домашний бизнес аккаунтинг. Вот, и Windows 10 накатил сам по себе. Но, кроме того, что он накатил сам по себе... Он еще стер все личные дамы, да? Нет, он как-то криво установился, и система у нее совсем слегла. Вот, то есть, сперва очень долго, медленно работала совсем, а потом она просто сдалась и перестала работать вообще. Вот, и женщина, короче говоря, подала в суд, выиграл 10 тысяч долларов. И, как бы, забавно, что Microsoft, как бы, сперва они, по-моему, думали попытаться еще делать апелляцию, а потом бросили это занятие. Потому что, если они проиграют апелляцию по этому делу, насколько я понял из американского законодательства, то это откроет просто огромную щель для того, чтобы все их начали судить. Нет, абсолютно. А в американском суде, по-моему, 90% случаев большинство этих судилищ заканчивается тем, что, как по-английски называется, Serral, это, типа, договоримся, давай мы тебе, блин, бабла, а ты больше судить не будешь. Круто? Круто. Все счастливы. Вот, ну, я так понимаю, что там они, типа, Serral. А, нет, нет, она выиграла, типа, мол, был суд, ну, только такой первый кейс, и, да, они согласились, они проиграли, по-моему. Серьезно? Он, да. А, вот, Monkens, класс, наоборот. With from Microsoft. Просто они могли сделать апелляцию, но если бы они проиграли апелляцию, то это создало бы прецедент, на который потом можно было ссылаться. И в итоге их могли бы начать судить еще больше. Например, ты еще слышал, когда Microsoft запуливала, то есть у них выкидывается поп-ап, который говорит, установите Windows 7. И если ты нажимал крестик, что, в принципе, значит, отвали, не хочу, то есть это фактически cancel, вот, то они просто-напросто перепрограммировали крестик и расцеливали, как твое согласие, и продолжали дальше устанавливать. Серьезно? Да, такой прецедент был. Вот. То есть это было уже под конец всего этого апгрейд цикла, вот, но да, в один момент они решили, что людям надо помочь, потому что люди все на крестики жмут, вот, и понимаешь, они просто не понимают, что такое крестик, поэтому крестик теперь является ноликом, поэтому, да. Крестик и нолик, как она нахрен нравится, да, 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 да. Юнзер кликнул, значит, он согласен. Все. Я не знаю. Я, 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 я анти-майкрософт-товарищ, поэтому. Ну, потому что майкрософт это представляет, как из себя представляет, как это, как бы, абсолютную сущность корпоративщины. Там, там, там все есть, там все есть. Во-первых, а, ничего, кроме как бабок. Б, фичи сначала, потом, может, этот, отремонтируем. Баги, какие баги? Мы ничего не слышали. Вот. А приватность, что такое приватность? Конечно же, это приватность. Мы, мы так, втихаря за родину, всего лишь, половину твоей информации продали, а так, все, в принципе, приватно. Мы приватно ее продали, да. Оказывается, кстати, в Windows 10 там, 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 посылается много разной телеметрии. У тебя есть ручажки, которые ты можешь отменить по ссылке телеметрии, но ты не можешь ее целиком отключить. Ну, в смысле, отключить целиком, конечно, ты ее можешь, пойти, запатчить, похакать, там, еще чего-то. Но в самих настройках целиком отключить телеметрию... Ну, естественно, нет. Как ты не можешь, в Windows 10, при бесплатном апгрейде Windows 10, ты не можешь отменить апгрейды, то есть апдейты. Все, что они хотят ставить на ту машину, они ставят. Да, да, абсолютно. Почему они нам просто не пришлют уже готовый компьютер, лаптоп? Вот у них классные сейчас пилючки. Вы будете использовать вот это. Да, просто... Хотите пользоваться Майкрософтом, пользуйтесь вот этим. Да. Выбора Датнет. Да, присылали бы, да, веселье уже сразу. i7, память, все остальное. Че, охуелся? А че нет? i7 тебе... Или там сделано... В смысле, платить ты будешь как за i7, но тебе придет i3? Не, не, платить ты ничего не будешь. Они тебе будут просто посылать машину, говорят, вот ты пользуешься этой машиной теперь. А, допустим, ты хочешь... Ты хочешь... И примут доступ к банковскому аккаунту. Да. Ты платить еще и больше, они сами будут брать. Да, ну, то есть там за машину, типа, ты, типа... Хотя нет, зачем тогда вообще? Если они пиздят твою личную информацию, пусть бесплатно машину подоставляют. А, не, 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 какой дилер когда-либо отказался от бонуса? Да, бонус. Ёлки зеленые, мы выпустили Windows, мы собираем охрененное количество информации, которую мы продаем за неплохие деньги, но при этом как бонус многие люди на самом деле покупают эту систему. Да. В смысле, легально покупают? Ха-ха, платят, мудаки, блин, 200 баксов за Windows. Ха-ха-ха-ха-ха. Некоторые, которые еще не совсем для нашей рели в голове, они, там, пиратят, ну какая разница, мы все равно их информацию получаем. Да. Я, в принципе, не против. Я, как бы, знаешь, я пользуюсь их системой, они берут мою информацию, круто. Ну, честный обмен. Не знаю, мне так не кажется. Ничего. Ну, не знаю, чем-то мне не кажется, что это честный обмен, что ты пользуешься их системой, они забирают в уличную информацию. Ну, не знаю, как. Ну, еще нечестно, жарик. Крепит, это совсем нехорошо, это я не знаю. Чувак, моя информация ничего не стоит. Это пока она ничего не стоит. Когда она начнет с той, то резко, как бы, они же тебе не вернут твою информацию, правильно? Ну, да, ну, понимаешь, чувак, я что на Windows'е делаю? Играю в игры, смотрю порнуху. Хотя нет, порнуху я смотрю на майке. Не важно. Я играю в игры, смотрю YouTube. Правильно? Да. Я обычный человек. Мне нравится на YouTube что? Топ-10, да? Там самые, там, 10 самых чего-то. Не важно. Музыка, естественно. И... А, точно, аниме. Да. Ну, естественно, мне там валят по играм, еще чего-то, еще какая-то реклама, которую я успешно блокирую. Не важно. Все. Я типичный юзер. У меня стоит Steam, у меня стоят игры. Заявись. Ну, да, но ты не являешься корректной репрезентацией, в общем, населения Windows'а пользователей. Ну, замечательно, да, хорошо. Может, на мне они чуть-чуть проигрывают. Да. Не то, чтобы они меня тоже удовлетворяют сильно, там, круто или еще что-то там. А, шо. Это взаимные отношения, знаешь. Я их не сильно удовлетворяю, они меня не сильно удовлетворяют. Ну, окей. Знаешь, как бы... На крайняк, чё? Ну, они получают... Они знают мое местонахождение, они знают мои имейлы, они знают мои аккаунты. Ну, окей, круто. Да, фак. Ты не представляешь собой точную репрезентацию общего... Так, неважно, точную, не точную, я представляю собой человека, который сравнить чуть-чуть паранойный, но при этом достаточно тупой, чтобы все до сих пор пользуется Windows'ом. Я подхожу под эту категорию, меня это устраивает. Я даже периодически захожу на всякие эти, там, консперситеры и так далее, чтобы, знаешь, подходить под этот профайл, что типа, о, блядь, я там выучил, что, пиздец, и, короче, я теперь блокирую рекламу. Я подхожу под среднеарифметического паранойного чувака, который немножко знает IT. Правильно? Замечательно! Я работаю в IT, я немножко знаю IT, и я немножко паранойный. Блин, посмотри на мою историю в YouTube. Паранойк насмотрелся, что там есть инопланетяне, там еще чего-то, блин, завтра будет пиздец, 2012, на самом деле был 2017, поэтому будем ждать. Да, чуваки, все замечательно. Охуенно, блин, Майи, на самом деле, знают, что происходит там, Америка за всеми следит, еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. Если посмотришь на мою историю, да, это замечательно, я подхожу под профайл. Все круто. Я подхожу под эту категорию 10%, которые, на самом деле, иногда пытаются найти правду, но они находят правду в трейдмарк. И этим удовлетворяются, если ты на это посмотришь. Замечательно! На Маке что у меня? На Маке у меня там программы и порнуха. Как бы... Мистер Порнуха. Заявись. Давай к следующей теме закончим подкаст и пойдем сделаем пару бодгеров. Ну, хорошо. Так, Путин! Путин. Путин, надо, кстати, проголосовать за эту тему. Хотя, что за нее голосовать, если я сейчас... Слушай, мы можем проголосовать за Путина? Я бы ради прикола проголосовал. А можно поехать в Торонто, в русское посольство, узнать, как проголосовать за Путина на выборы? Я уверен, что они тебе подскажут. Да, конечно. Я тебе даже, наверное, помогут побыстрее паспорт сделать, знаешь. Замечательно. Главное, чтобы они не экспортировали отсюда. Да. Может быть, в подкасте гордо говорить, что мы проголосовали за Путина. Еее! Дорог порадуется. Нет, Женя. Никакой политики. Никакой политики в подкасте, никакой политики. Никакой политики. Стрипкод ушел, и больше никакой политики не было. Не знаю, кто больше охарал. Так, Путин подписал антитеррористический пакет законопроектов Яровой и Озерова. Это техническая тема. Для тех, кто в танке, то есть в Канаде, по закону провайдера нужно записывать весь трафик и хранить его полгода. Из-за этого увеличится стоимость интернета и связи, так как нужно строить большие дата-центры для хранения петабайтов информации. Что думаете по данному вопросу? Ну, черная шутка по теме. Если бы закон прилили пару лет назад, то можно было бы позвонить ФСБ и спросить. Алло, у вас тут сайт подкаста удалили. Вы не могли бы там копию файлов выслать? Искать по запросу Путин и стрипкод. ФСБ. Федеральная служба бэкапов. Ну, я не знаю. Я смотрю очень позитивно на эту тему. Потому что, в конце концов, развивают местную экономику. Вот, теперь придется строить дата-центры. Ну, да, это во-первых. За ваши деньги. Во-вторых, также с позитивной стороны вам, по крайней мере, об этом сказали. Да, Александр, мы наконец-то новости обсуждаем. Добро пожаловать, кстати. Ну, как бы, по крайней мере, вам это открыто говорят, что будут, да, будут строить дата-центры, да, будут хранить вашу информацию, передачи данных и тому подобное. В Америке это происходило за, ну, по сути дела, за государственный счет. Поэтому у них, ну, частично у них экономика в жопе из-за этого. Но эти дата-центры уже построили в каком? В 2002-2003 году? Без понятия. А они, они по-любому это собирали. В смысле, государство само по себе собирало. Там, в России, типа, нахрен, мы за это платить не будем. Пусть провайдеры собирают за нас, правильно? Да. Юля, у нас что, холопов нету, что ли, на это все дело? По крайней мере, меня, как бы, я уже давно об этом говорил, разница в Америке, это то, что в Америке, куда ни глянь, все рассказывают сказку. И, в принципе, если сильно не напрягаться, то живется круто. Потому что ты смотришь на эту сказку, и замечательно, по сути дела, сказка, да, сказка, все круто. Как бы, зеленые, блядь, газоны, вон, посмотри, снаружи, там, зеленые газоны, блядь, все нормально, все тихо, спокойно, круто. На нас собирают информацию? Да. Нас, нас уже давно поимели со всех сторон? Да. Мы живем круто? Да. Да. Как бы, никого ничего не волнует. В России, там все открыто. Но, как бы, опять же, из-за открытости, там, им не приходится, как бы, подмазать людей, чтобы они себя хорошо чувствовали. Вот. И, с одной стороны, в России, там, все наружу. Да, этот депутат спиздил, там, 500 миллионов баксов, блин, с местной казны, еще чего-то, вот их, блин, этот, его банковские счета и так далее, все, все переводы. Никто ничего сделать не может. Ну, по крайней мере, вы знаете правду. Точно так же и здесь. Да, на вас будут собирать информацию. Здесь тоже собирают, нам об этом не говорят. Прикидывайте, что не собирают. Разница? Разница в том, что в России там все плюс-минус прозрачно. Нет, в Канаде есть законопроект Си-51, который, по-моему, будет тоже собирать информацию. В смысле, будет? Они уже собирают, Жень. А, уже? Ну, пропустили. Они уже, чувак. А, да, точно пропустили. Чувак. Просто это. Они просто с этим законом, они это, типа, как бы официально, но, опять же, знаешь, это Си-51, чего-то там закон. Ты здесь в новостях что-то слышишь? Нет. Да, слышал. Чувак, пройдись по улице и спроси. Чуваке, что вы думаете про законопроект Си-51? Чего мне NPC спрашивать? Вот, вот. То, что типичный человек здесь ни хрена про это не слышал, не знает и знать не хочет. Замечательно. В России это открыто, это предоставляется офигенно. Правительство сразу говорит и говорило до этого. Чуваки, мы вас будем наебывать, мы знаем, что вы крадете оборудование с завода. Мы вам зарплату не доплачиваем, поэтому, ну или не поэтому, мы вам зарплату не доплачиваете, вы... Поэтому крадете оборудование с завода. Мы знаем, что вы пиздеците там продукт завода. Все нормально живут. По крайней мере, все... Ну, по крайней мере, нет... Ты знаешь? Нету вот этой мишуры. Я с тобой не согласен, если честно. Чувак. Не, не, не. Это зависит, как посмотреть. Если ты идеалист, тебе надо знать правду, в России круче. Если все, что тебя волнует, это насколько тепло твоей попе, то в Северной Америке лучше, потому что в Северной Америке как бы попу-то подмазывают, знаешь, это согревающим маслом. Я не согласен. Перед тем, как... Ну, я не знаю, я не согласен. Возможно, я идеалист, поэтому я не согласен с этим делом. В России я сегодня просматривал все новости опять. Обсудите там, значит, есть одна новость. Не новость, там, обсудите, типа, YouTube-видео. И вот там женщина, значит, рассказывает, она канадка. В смысле, она бывшая мигрантка или мигрантка, да? Она приехала в Канаду, все такое, женилась на канадце. И вот она там летала... Лешла замуж за канадца. Да. Вот, а летала в Россию. Вот, и, значит, она рассказывала, как в России там, значит, какие там хмурые рожи, как их менты пинали, вот, в аэропорту и так далее. Что ей не понравилась российская реальность? Да, вот она говорит, что, типа, что там чужая среди своих у нее. Ну, да, но... Пф, елки зеленые. Знаешь, блин, дикое растение посадили, блин, в этот, как его называют, в парник, блин. Ей там понравилось, она пригрелась, потом на дикую волю, блин, это самое, опять съездила такая, блин, что-то здесь, блин, воды нерегулярно поливают, твою мать. Приходится ждать дождя. Ну, там, там такого рода комментарии у нее на YouTube были. Ну, как бы, да нет, просто страна дебила. В смысле? Не, на самом деле, в России люди гораздо умнее. То есть, нет, страна дебила. Нет, 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 Жаня, дебилы, возможно, на такой геополитическом смысле, да, они до этого, ну, вообще до этого мало кто. Все люди, которые в России соображают, в смысле, используют свои мозги, кроме как, извиняюсь, свою голову, кроме как, для того, чтобы пожрать. И посрать, и поебать, да. А, знаешь, все хотят свалить, те, те, кто могут свалить, все сваливают, никто не хуй жить. Это просто, знаешь, это как, нет, что я, ну, твоя сестра тоже сам, все хотят свалить. Ну, она хоть не, понимаешь, люди, которые хотят свалить в эти страны, это те люди, которые хотят, знаешь, легкой, хорошей жизни, да. Нет, люди не хотят легкой, хорошей жизни, люди не хотят беспредела, в России беспредел, вот и все. То есть, здесь, конечно же, он тоже есть, потому что при любой организации, ну, просто он, 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 он очень, 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 он просто меньше, его просто тупо меньше, вот, потому что, знаешь, знаешь, когда кто-то, что-то гадит, открыто, его поймали, об этом говорят, а в России, когда кто-то гадит, его поймали, это тут же, ну, да, вы же понимаете, кто это гадил, правильно, вот сидите, молчите. Ну, да, нет, как, как бы, поэтому я и говорю, здесь, здесь людям, блин, знаешь, подмазывают попу, понимаешь, разница в том, что, как бы. Здесь больше стараются, чтобы их не поймали, вот и все. Да, здесь, здесь, перед тем, как тебя выебут в задницу, тебе, ее, по крайней мере, Василина смазывают. В России, блин, чтобы, знаешь, чтобы тебе не причудилось, что, или еще что-то в этом духе, чтобы ты точно знал, что на самом деле происходит, как бы. Там не смазывают, окей. Да, в России это чувствуется хуже, но, по крайней мере, знаешь, у них нет никаких иллюзий, что на самом деле происходит. Здесь вся, весь континент живет в одной большой долбанной иллюзии. Я не знаю, что и кто-либо живет в иллюзии. Серьезно, нет. Жень. Я с тобой целиком не согласен. Жень, здесь, я тебе, я тебе говорю, что весь континент живет в иллюзии. Да, они понимают, что, допустим, Барак Обама или еще что-то в этом духе. Окей, да, они на самом деле мудаки, там, там на самом деле кто-то еще. Дальше этого никто не думает. О, да, банки на самом деле хреновые. Дальше этого никто не думает. Что на самом деле происходит? Почему эти вот там рейты идут? Почему еще чего-то? Почему у тебя телефон не работает, когда ты заходишь на МОО? Как это относится к этому? Ладно, это долгий разговор. Это не долгий разговор. Факт в том, что здесь просто... Когда кого-то поймали, об этом говорят... Нет, когда кто-то, когда кто-то сделал хуйню без разрешения или именно вот криво сделал, при этом не прикрылся нормально. Знаешь, вот нормально. Все делают криво. Нет, Жень, есть своеобразные правила. Нету правил, Вань, вот нету правил. Вот я сколько смотрю за бизнесами, за политическими вещами в Америке. В Канаде я не смотрю, потому что здесь как-то... Да. Есть правила, но как бы и корпорации, и политики, и другие бизнесмены, неважно. Все их обходят. Да, нет. Как в России. Понимаешь, в Америке есть обходной путь. Разница, что когда в Америке их ловят, корпорации потрясут. Неважно, что дальше произойдет. Их поймали. Окей? Про них расскажут. Про них расскажут, какие они козлы. Они заплатят пару миллионов долларов. И потом, спустя три месяца, они дальше будут продолжать гадить. Замечательно. В России, когда такое происходит, первые или об этом не рассказывают, или, если кто-то об этом узнал, его убивают. Вот разница. Разница не в том, что продолжают гадить или нет. Разница в том, что дальше происходит от этого. Да, но это подход, Жень, смотри. Подход в Северной Америке, что, ой, блин, тебя поймали. И, понимаешь, нам надо сделать вот этот спектакль. То, что тебя штрафовали, еще чего-то, чтобы люди не волновались. В России, чуваки, вы же понимаете, что нахуй происходит, правильно? Так что пошли вы все нахуй по-любому. Да. Понимаешь, в России, на самом деле, все проще. Там тебе говорят, что да, это та хуйня, которая происходит. Смирись. Тебе не говорят, тебе указывают. Нет. С тобой никто не разговаривает. С тобой никто не разговаривает, тебе говорят, да, это вот эта хуйня происходит. Здесь большинство людей, они смотрят, о, да, ура, поймали преступников, поймали, блядь, этих, всяких там ракетиров, еще чего-то, злых банкиров. То, что их через полгода выпустили, никто об этом не говорит, неважно. Да. Нормальный человек, нормальному человеку здесь легче живется. В смысле, нормальному здешнему человеку легче живется, потому что у них создается впечатление, что да, преступников ловят, все такое, это такое. На самом деле происходит одно и то же. Разница в том, что здесь пиздят очень много, здесь, блин, мишуры, там, блин, блески кидают, все такое. У нас все круто. Нет, здесь не убивают. А, ну, да, ну и здесь не убивают. Или даже если убивают, то не в таком масштабе. В России, я тебе говорю, зайди, посмотри серьезных этих, серьезных журналистов. Я понимаю, но в России, чувак, чувак, в России это ПВП, здесь это РП. сервер. Знаешь, здесь реально, здесь у нас Роуплей сервер. Никакого, блин, ПВП недоступно. И когда ловят таких маленьких, да, то есть, опять же, все равно есть ли это расплата. Жень, о, какая, блядь, расплата. Жень, о, боже, блин, оставь, камон. Нет, нет. Чувак, это, когда ловят, это так, чуваки, блядь, вот этого поймали, что он сам не договорился, давайте из него сделаем. У нас, подожди, в этом году сколько мы преступников поймали? Вот, давайте из него сделаем пример. Мы сейчас, блядь, раздумаем это в новостях, чтобы всем чувствовалось, блядь, легче. Да, я понимаю, когда тебе в задницу ебут и при этом смазывают вазелином, это круто, потому что тебе, в принципе, может даже понравиться. В итоге, как бы ты привыкнешь к этому и тебе даже понравится. Замечательно. В России, по крайней мере, тебе не врут, что тебя в задницу ебут. Нет. Тебя не врут, тебя просто скручивают, одевают наручники и ебут в задницу. И ебут в задницу, да. Потом где-то выбрасывают. Кому что? Знаешь, кому-то нравится вот чистая правда, а кому-то нравится, блин, ну, по крайней мере, если ебете в задницу, смажете вазелином. Там нет никакой чистой правды, Вань. Нету никакой чистой правды. Тебе в России никто об этом даже не говорит. В смысле никто не говорит, чувак? Никто не говорит об этом. А если говорят, то по тем же самым каналам, что говорят здесь. Чувак, блядь, я еще там жил. Там, блядь, открываешь ту ебаную газету, которую ты нахуй не хочешь видеть. Когда ты жил, там еще было что-то. А сейчас что? Какая разница? А сейчас у нас ВВ. Там теперь у нас один новостной канал и журналисты. Чувак, ты там разве был? Я аж читаю. Ага. О. Ну что, о. Что, мне-то надо ехать, чтобы понимать, что там происходит. Когда мы там были, там еще была окей. Знаешь, ты хорошо. Разгул. Женя, снаружи Ульяновска никто не знал, что в Ульяновске можно было купить БТР за 10 тысяч баксов. Без, без пулеметов, ну ладно. Ну, по крайней мере, БТР. Окей. Снаружи Ульяновской. Причем там написалось. Это, в принципе, даже в местной газете написалось. На интернете я ни разу не нашел, нахуй. Никакого, блядь, описания, ничего. Замечательно. Но при этом все местные, блядь, знали, где мэр построил свой дом, для кого, зачем, по каким банковским счетам, на какие, блядь, счета перевел, в какую ебаную страну. Там все, блядь, расписка была просто вот от начала, блядь, и до конца. И что? Я спрашивал. Ну да, правильно, он же мэр, правильно. Все нормально, ебаный стос. Я тоже, блядь, завода таскаю, потому что мне не доплачивают. Все нормально. Это нормальный ход вещей. Чувак, это, по крайней мере, все было, блядь, открыто, и ты знал, откуда, блядь, ноги растут. Знаешь, там, этот дом, блядь, мэра, по крайней мере, ты там не пойдешь, ни по ошибке, блядь, не нарвешься на того, кого, блин, не надо. Здесь, здесь, здесь все, блядь, мишура сплошная, блин, все улыбаются, все, блядь, это самое, все прекрасно, все замечательно, пока ты не скажешь неправильное слово, не туда пойдешь. Там, такой, о, подожди, чувак, а это на самом деле, ты что думал здесь, здесь все так просто? Не, не, чувак, этот бизнес схвачен, там, блин, что ты хочешь, просто устроиться в универ работать? Не, 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 у нас здесь своя мини-мафия. Чего ты, ты хочешь на сети работать, а у нас здесь своя мини-мафия. В смысле, а, я имею в виду, у нас свой процесс, понимаешь, вот. Ну, ты везде? Да, ну, по крайней мере, в России ты знаешь, кому можно, блин, на лапу дать или, или, или что, туда тебе не попасть, потому что ты просто, вот, ну, не подходишь или еще что-то. Здесь ты этого не знаешь, пока ты, вот, не напоришься, ты этого не знаешь. Здесь, везде, везде, блядь, это самое, пряники, блядь, пряные домики и радуга везде с единорогами, нахуй. Ну, есть такое, но это везде. Не, в России, ва, здесь просто надо людей знать. По крайней мере, вот, прямо пишут, что да, блядь, будут наемы, да, будут собирать информацию. Замещали, круто. У меня здесь есть знакомый, он мне, например, объяснил, как работает его бизнес. Я, например, знаю, что там в определенном типе бизнесе ты хочешь получить контракт, и там надо... Да, если ты... Ну, окей? Абсолютно, ну, понимаешь, в России это уже понятно. Тебе не надо иметь знакомого, чтобы знать, что кому, кому и куда надо дать, на какую лапу. Да, но не везде и не все так работает. Не знаю. В России везде и все. Да, везде, здесь тоже везде и все. Единственное, что либо это уже инкорпорировано в государство по маленькому масштабу, либо это уже тебе надо там реально столкнуться, чтобы там типа... О, чувак, ты знаешь, ты не совсем нашего типа, потому что... А, ну тебе об этом никто не скажет, почему ты не нашего типа? Потому что, блядь, в гольф не играешь. Вот ты с ними по субботам в гольф не хочешь? Нахуй тебя! Почитай корпоративный e-mail. Ой, я даже не знаю, что делать я сам, а теперь в пятницу гольф все так... Ты читал этот e-mail? Нет. Нет? Когда этот, блин, наш бывший CEO уходил? Ой, блядь, что мы теперь, блядь, будем делать? Этот пятничный гольф, все такое. Чувак, то же самое нахуй происходит, то же самое. Но только здесь это не афишируется, здесь все у нас круто, мы все, блядь, работаем. У нас все, блядь, афишировалось, об этом бы говорилось, и, соответственно, были бы какие-то запросы, какой-то инвестигейс. Абсолютно, я тебе поэтому и говорю, что в России, в России там не церемонятся нихуя, там открыто говорят. Да, да, мы, блядь, высокие политики, мы, блядь, воруем. Так что отстаньте от нас, не парьтесь. Да. Здесь... Потому что никто ничего по этому поводу делал, все равно не будет. Абсолютно. Но здесь происходит то же самое, но при этом никто просто, никто не может по этому поводу сделать, потому что это все хаш-хаш, это все тавля. Да, но когда ловят, что-то делают. Да, если кто-то, блядь, реально лоханется, блядь, и не сможет прописать нормально, что это была корпоративная встреча на гольф-клубе. Ну, не важно, ловят. Ну, ловят, Жень, ну, здесь... Знаешь... Чего надо съездить в гости в Россию? Нахуя? Я и так знаю, что... Просто так прикольнуться. Жень, это тебе надо, блин, начать, блин, реально читать корпоративные имейлы и посмотреть, кто кому там чего сосет и еще чего-то. Мне абсолютно все равно. Вот именно. Знаешь, тебе все равно. Главное, чтобы показывала красивая картинка вокруг тебя, что все круто и так далее. Там тебе все равно. На самом деле... Мне пока пласят, мне далеко и глубоко все равно. Правильно. Да. Тебе это не волнует. Нет. Ты не хочешь смотреть в округе. Замечательно. Для тебя Канада просто пиздец. Знаешь? Да. И Америка. Потому что, по крайней мере, об этом не говорят. Если об этом не говорят, все хорошо, у тебя душа не болит. Ты читаешь российские новости, там об этом говорят. Ой, там пиздец. Потому что там об этом говорят. Происходит то же самое. Я знаю, что происходит то же самое. Но с другим размахом. Нет, Жень, с таким же нахуй размахом. Размах тот же самый. Все то же самое. Снайпер пишет, смотрите видео, захочется в Россию сразу. Ой. Там что-то в китаянки заехали, что ли? А, Мань, ты слишком долго был в Канаде. М? Ты слишком долго был в Канаде. Жень, ты недостаточно ездил по России. Черт. Жил у себя там в Москве, где он там, блин. И это просто... Кудрили, блин, там. Нет, это... Смотрите видео, посмотрим. Жень, по крайней мере, в Ульяновске я знал, что перейду через улицу, меня выебут нахуй. Пойду туда, меня вообще нахуй убьют. Я знаю. А здесь, как не перейдешь улицу, нигде тебя не выебывают и нигде не убивают. Да. Вот страна козлов, да? При этом все замечательно, да? Все круто. А, кстати сказать, у тебя здесь, блядь, чаш на это вот это. Вот на это вот это. А, теперь надо париться с каким-то еще чего-то там. Ваня, ты в России кредит когда-нибудь получал? Жень, в России там было все просто. У тебя либо... Серьезно, иди поговори с Владимиром. Жень, я тебе про что говорю, что в России, блядь, все просто. Ты даже кредита не можешь получить, либо у тебя бабки есть, либо у тебя нету. Все просто. У тебя бабки есть, нету. Здесь у тебя нету выхода. Тебе надо получать, блядь, кредит, потом этот кредит нарабатывать, потом, блядь, какого хуя, блядь, постоянно сейчас использую кредит, чтобы, блядь, кредитную историю, блядь, нарабатывать. Нахуя? Мне было бы гораздо легче, если бы я просто взял вот то, что я получил там бабками здесь, этот, на работе. Взял бы кэш, у меня был бы кэш. Я бы точно знал, сколько у меня бабок есть, сколько у меня их нету. Нахуя я, блядь, нарабатывать кредитную историю? Я уже там сижу, блядь. На всякий случай, Жень, потому что, возможно, через 7 лет мне понадобится, возможно, я захочу какой-то дом купить, и я не смогу его купить, если только я не использовал там кредитную карточку последние, блядь, 5 лет. Потому что здесь такие правила, блядь, игры, здесь, блядь, это... В России у тебя бабки есть или у тебя их нету? Один или ноль? Бабки есть, бабок нету. Бабки есть, бабок нету, блядь. Все просто. На данное время там совсем все просто, но просто их нету. Не обязательно. Если ты знаешь людей, то ты можешь бабки, знаешь, найти. Да. Так. Я не думаю, что мы успеем... Посмотрите, что там у нас следующее. Канадское правосудие. О, не, нахуй. Нет, там, молясь, забавная тема, но какая-то такая дурная, своеобразная. Так. Ладно. У нас действительно остается мало времени. Ну что, давай к чему-нибудь на заднюю тему. В заднюю тему? Можно в заднюю тему. Стриктизершек. Орангутанг. И у тех, и у других полость в ладнице. А, ну вот, точно. Заходите на наш абсолютно красивый веб-сайт. О, да, абсолютно красивый. И привозите этот, привозите денег. Да, действительно, давайте по-русски, блин. Чуваки, дайте на лапу, блядь, не хватает, подказать, писать, блин. Вот. Кстати, действительно, нам там вообще подкидывают, нет? А то я... Кто-то у меня мотивается, никакой нахренел. Да? С сервера нечем платить. Да, кстати, оптичка, блядь. А люди там сидят? Давайте. Давно подумал, блин, начать свой подкаст и нахрен. Знаешь, Ёлки Зелёны уже 10 лет, прям, подожди, 10 или 500? У нас какой? Не, у нас 10 лет, да. Наверное, меньше. Не, ну мы начали где-то в сентябре, по-моему, да? Да, вроде, да. Где-то так, тысяча шестого. Существом, да. Ну да, ну... Существом, да. Где-то 50 подкастов в год, плюс-минус 10 лет. Знаешь, блин, Ёлки Зелёные. Я думаю, нам надо ребрандинг делать. Закрыть этот подкаст... Вы знаете, денег нет, да. Да, начать, блядь, по-английски, по крайней мере. Я думаю, знаешь, по-английски с русским акцентом будет круче. Груче, чем по-русски. С английским. С канадским этим... Да, абсолютно, с июля. По крайней мере, блин, больше людей будут слушать, там, знаешь... Может, надо сам... Потому что над цветы крутые будут открыть бабки и тому подобное там. Я как раз хотел сказать, Ваня, возможно, в следующей неделе тебе придётся записываться самому, потому что у меня может не получиться. Вот. Посмотрим, я подумал. Ну, дети, знаешь, там, дети. Нет, Женя, не знаю. Дети. Нет. Не знаю, Женя, я не знаю. У меня их нету. Грудные дети. Нет, Женя, я не знаю. У меня их нету. И знать не хочу. Ты знаешь? Ну, как же, да. На следующей неделе могут потенциаливать грудные дети. Поэтому я знаю, когда там пятница получится. Ты главное не забудь камеру, блин, самая. Знаешь, во время родов, там всё такое. Главное, весь процесс... Думаешь? Заснять... Конечно! Как же ты потом будешь травмировать своего ребёнка, если ты, по крайней мере, не заснимешь сам процесс, как этот ребёнок появился на свет? Кстати, хорошая идея насчёт травмировать ребёнка с процессом. Что? Что? Хорошая идея. Ты меня не хочешь... Я тебе сейчас покажу видео, как ты появилась на свет. Да. Со всеми деталями, блядь. Нет, я просто подумал, что это будет хорошее видео на тему, типа... А, ты хочешь бойфренда? Да. О, да, Женя. Супер. Травмировать ребёнка. Да, до конца жизни, блядь, травмируешь ребёнка. Да, точно? Да, но будешь всегда записывать. А вот что произошло. О, я помню, мы с Райан пошли на Натап, блин. Там был маленький момент, где там, знаешь, показывали. Интересный момент. В природах. Она потом плевать хотела очень долго. А я ей спрашивал, что такое? Ты же ребёнка хотела. Вот, ну а счастья вам, здоровья и, конечно, счастливой семейной жизни. Точно. Всего хорошего, ребята. Услышимся как-нибудь. Спасибо. 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 Спасибо.